А вы совсем верующие или нет? Нет. Не верующие. А мы вот верующие. Тут много мусульман. Вот мы тоже беседуем. У них такая книга. Священная книга для мусульман. И она написана не на нашем языке, на арабском. Вот. Если вы мусульманин и хорошо знаете эту книгу, у меня есть вопросы. А вы ко мне могли бы задать. Мы бы друг у друга и обогатились знаниями. Почему вы здесь сидите? Ну, по нашей книге я вот держу в руках. Вам понятно, что я держу. Это Библия. Мы христиане. Я православный христианин. Город Барнаул. Мне 81-й год. Я уже 58 лет сознательно с этой книгой проповедую везде. Я понял. Я говорю, почему вы здесь сидите? А потому что вся трюлетка – это Содом и Гаморра, которые Бог сжег. Блуд, анонизм, наркомания, сквернословие. И мы пришли сюда. Господь говорит, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие. У вас называется Инжил. Чтобы люди были другими. Вы же знаете, да, какие люди могут сидеть здесь? Что, какие люди могут быть? Сидеть здесь. Да, я знаю хорошо. И вы что, как нормально себя воспринимаете? Ну, я не первый день, во-первых. Это уже седьмой месяц. Вот, тем более. То есть, это как бы приветствуется? Ну, люди разные. Понимаете, они говорят так. Маленькие вот такие ребятишки, ну, лет восемь. Мы мусульмане, Аллах Акбар, мат-перемат. Я говорю, настоящие-то мусульмане тебе в глаза плюнут. Это уважительные люди, уважают старших. Ну, и начинают это кривляться и материться. Я знаю очень хорошо тех и других людей. Мой жизненный путь такой был. И вот примерно 650... Смотрите, вы, зная это, но вы все равно же сидите здесь. Да, 650 человек примерно приняли. Хорошие разговоры были. Хорошие просто. Ну, смотрите, хорошо, я вас понял. Но, смотрите, плюс при этом нигде же не написано, что вы должны сидеть в каком-то интернете. Интернет же это тоже что-то. Нет, конечно, нет. Ну, идите по всему миру. А по миру идти сейчас легко через интернет. Нет, я понимаю, если вы ходили вот так словесно, вы всем ходили, говорили, объясняли. А вот сидите в интернете, что даже не положено... Ну, я не просто сижу, я работаю. Работаю. У меня материалы большие. Отвечаю на вопросы. Потому что я не просто рядовой. А вот я вам задаю же вопрос. Да. Ага. Я отвечаю, почему я здесь. Больные имеют нужного врача, а не здоровые. И мы пришли сюда, чтобы людям возвестить истину. Что Иисус умер и воскрес. Почему сюда? Почему сюда? А у меня духовный брат умер. Он в 17 лет парализованный был. И перед смертью у него два ролика было сделано, по щадрулетки. И когда он умер, я стал говорить, Господи, дай мне талант, который был у брата Сергея. Я сюда зашел, ужаснулся. Женщины грудями трясут. Совокупляются, как скотина. Я понял. Вот, я про это и говорил. Я нужен. Но все равно вы сидите здесь. Я нужен здесь. Потому что у меня опыт жизни. Огромный. Огромный опыт. Но я все понимаю, что вы прожили больше, да, дольше. Поэтому у вас это не так-то и должно быть. Это не поэтому. Не поэтому. Нет. Я христианин. Это не от того же, что вы там читаете книжку и так далее. Нет. О, книжки как раз послужили к тому. В 80-х годах. Я сейчас... Смотрите, любой человек, да, допустим, проживет там до ваших лет. Он же все равно и так будет знать... Ничего нет. Он не знает, дорогу в туалет или в столовую пошел. Они маразмом занимаются. У меня другая жизнь была, милый человек. Вот послушайте. В 80-е годы, когда... Ну, я слово «проблемы» исключил из лексикона. За меня нерешенный вопрос. Не было книг. И мне Господь благословил... А я вел занятия в пяти университетах одновременно. 13 школ, 7 отделов милиции, воинские части, 3 радиопрограммы еженедельно. И Господь позволил мне создать, написать 38 томов книг. И в то время насчитал я 50 книг. И архипелаг ГУЛАГ Солженицына, и брал интервью репрессированных. Ну, и стихотворение Ленина. И мне пришлось пройти 5 тюрем и лагерь смерти. Я со всеми слоями населения знаю, как создал детский лагерь. Я его начальник 48 лет. Я знаю молодых людей, студентов. Сотрудничаю с тюрьмой, помогаю. Все это бесплатно делаю. Поэтому я могу дать совет самым падшим людям. Наркоманам, которые в заключении были. Я знаю, о чем они думают. Хорошо. Хорошо. Смотрите, вы можете им что-то сказать. Вот, как вы говорите, наркоманам, зэкам и так далее. Да. Ну, а почему вы мне говорите? Я вам объясняю, почему я здесь. Я отвечаю на вопрос, только я вас не знаю. Вы сказали, почему я здесь. А здесь люди такие как раз. Когда я подключился, вы уже как бы начали говорить. Нет, 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 простите, простите, пожалуйста. Я вас не знаю. Вы не голые. Здесь половина голая. Процентов 90 мусульмане. Самое лживое, блудливое. Все здесь скопилось. Это школьник сделал 15-летний, сейчас рулетку. Двоечник. Андрей Терновский. Он говорит, у меня одни двойки. Экзамен не сдать. Стал думать и придумал рулетку. Ну и все тут. Сатана сгрудил в кучу в одну. И здесь люди есть настоящие. Не голые. Беседуют. Вот я беседовал недавно только с двумя мусульманами. Они знают Писание. Мы... А у меня большой Ютуб-канал. Равных ему нет в мире. 20 тысяч 500 роликов моих. 20 тысяч. Мы строим православную деревню. И что вы записываете? Ну что сказать. Вот в первую очередь у меня высшие книги. 38 томов. А 7 еще в интернетной версии. А 38 бумажной. И мне, я молюсь, у вас намаз 5 раз, а мы 9 раз. И после каждого намаза совершаем 100 поклонов. И Бог положил мне на сердце бедным библиотекам подарить книги. А один комплект 750 евро. Я живу в Барнауле. Алтайский край. Мы доехали до Владивостока. Потом 5 тонн забросили границы до Лиссабона. При Балтике и Скандинавии прошли. Вот для чего. Эти люди остались. Мы все снимали дорогой. А в Баку у муллы в доме нащибали. У нас с мусульманами очень хорошее отношение. Мулла это как у них священник. Я в первый раз увидел таких образованных людей. Он, Мулла, на 6 языках разговаривает. А жена на 4. Она закончил университет и консерваторию, да? Я могу на 5. Не понял. Я говорю, могу на 5. Ну, так я тоже дивлюсь. Я сам занимался языками. И перед тем, как обратился, я занимался на 7 языках. Самостоятельно изучал. В немецком собрании говорил проповеди на немецком. Самостоятельно. В школе не было иностранного языка. Но эти знания 50, там, или с лишним лет назад были. Это большое дело вы сделали. Вы редкий человек. Я удивляюсь. И считая... Нет, я не хвастаюсь, я просто говорю. А есть чем похвалиться, что вы не пьяница под забором. На таких людей надо смотреть, как на маяки в жизни. Вы же смотрите, хорошо вы говорите за то, что вот там, допустим, зэк и там алкаши, наркоманы. Вы же прекрасно понимаете, вы им говорите, не говорите, они все равно все это не можете. Нет, не так, не так. Вот недавно, что интересно, вышел в Алтайская епархия, журнал «Покров», и там обо мне написали. Вас понимают по-разному. А я никому не угождаю. Патриарх, не патриарх, в ООН там с генеральным секретарем партии везде писал и говорил, что они делают неправильно. Они не дают народу жить нормально. Такие законы грабительские издают. Я их обличаю. Я должен это делать, я христианин. И поэтому ко мне отношение очень двоякое. И говорят, вот если бы я их не трогал, попов-то, они бы нормально были. А так они на меня лютуют, ну и что? И говорят, что тысячи людей обратились через меня и в тюрьме, и везде. Следователь обратился, стал христианином. Начальник тюрьмы, полковник, умер по-христиански. Вот начинают. Знаете вы, евреи захватили все в стране. Средства массовой информации, банки. Все в руках евреев. Я говорю, знаю. А почему не боретесь? Я борюсь. А как? Надо оружие сначала отдать. А какое оружие? Любовь. 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 Я поясняю. Я говорю, по Библии написано «Семь Авраамова». У Авраама там Измаил был, от них проходят теперь арабские народы. Я говорю, ко мне привезли еврея, показать там христианин. Он через часа три стал христианином православным, а теперь батюшка, священник. Пускай каждый делает то, что надо. У нас мусульмане приезжают, принимают крещение. Христианинами делаются истинами. Я работаю с ними. Притом я никогда не нападаю на книгу. Вот эта книга. Говорит, да у нас нет противоречий. У меня один том написан о Библии и об этой книге. Я делаю сравнение. Не нападаю ни с чего. Делаю аналогию историческую. Я спрашиваю, у нас Соломон, а здесь написано Сулейман. Это один и тот же? Все отвечают, да, это один и тот же. Ну, по-другому. У вас Муса, а у нас Моисей. Я говорю, второе, у нас Авраама, а у вас Ибрагима. Это один и тот же? Отвечают, да. Я говорю, у нас Псалтырь Давид, а у вас Давуд. Это один и тот же? Один. Теперь второй вопрос. Почему у нас Соломона три книги, книги, а это глава стих, глава стих, а у вас у Сулеймана ни одной строчки нету? Почему? Это большая разница. Три книги самые премудрые. Дальше у Авраама, вот столько высказаний, у вас ни одного. Почему? У нас у Давида Псалтырь, самая большая книга в Библии, а в этих корочках 77 книг. У вас полпредложения даже нету. Почему? Они не знают. А я как-то в каком совещании был, там мулы, эти были имамы, шейхи, видимо, я не знаю даже. Ну, такие там они из Мекки, из Медины, приехали старцы, перебирают щетки. Я их вопросом одним озадачил. Я говорю, уважаемые, скажите, до брачной ночи у вас какой процент девственности сохраняется? Вы не поверите? Они меня не поняли. Говорят, как какой? Так они и должны быть девственницы. Я говорю, вы знаете, у нас уже в седьмом классе на вторую букву алфавита их называют. Понятно? То есть вы во многом для нас примерами являетесь. Со своими вы знаете, как с женами. А в рулетке вот здесь... Принято. В рулетке здесь сидят... А мы мусульмане. Я говорю, у вас, может, эта книга ваша? На две тысячи человек ни один не мог прочитать, что написано. Я говорю, вы такие же, как мы православные. Сырковно-славянский язык столбами стоят, не понимают. Изучать языки надо. Я говорю, смотрите, вы, если один нашёлся знающий, я говорю, а пятая сура, 47-й, 66-й аят, о чём говорят? О чём? Я говорю, там называется «Люди, Писание», в скобочках «христиане». Нас называет ваша книга, ваш священный, как сказать, том этот книг, он называет «Люди Писание». А второй вопрос, а когда ваш образователь веры умер, один только сказал где-то в 630-м, я говорю, нет, в 632-м, остальные не знают. Я говорю, так вот, это 7-й век, и люди Писание, это значит, мы христиане. И там написано «Всевышний дал вам инжил», в скобках Евангелия. Вот вы по нему и поступаете, так сказать, вы нарушаете, пьёте там, и христиане, это тоже там так это, фиксия одна. Я говорю, я поэтому христианин, я несу это слово «Книгу туни-ни». Говорят, у нас одно и то же написано, почти что. Я говорю, расхождение 5216. Я целый том написал про это. Понимаете, как мы должны помогать друг другу, то, что ценное у нас есть. У нас самое ценное – Христос умер и воскрес для нас. Поэтому мы можем получить прощение в любой момент. У каждого своё мнение. Да. Но, знаете, вот студенты меня задают вопросы, а это не два вопроса, а 4124 сохранившихся. Я отвечаю на любой вопрос. Что об этом говорится в Библии, и что по этому вопросу говорит патрология меня, это 300 томов. Что говорят каноны, а это 719. И что говорят жития святых, 1173 биографии. И что говорит мировая поэзия, 20 тысяч стихотворений. Я каждому студенту на радио отвечаю. Это мировое сокровище, и мы должны прикоснуться к нему. Оно же вытворяет нас, даёт возможность жить по-другому. Самоотверженно. У нас это написано. Отвергнись себя, возьми крест, следуй за мною, за Христом. И поэтому мы, вот мы, дорога, знаете, мы проехали 120 тысяч километров. Были мусульмане во всех странах. С нами никто плохо не обошёлся ни разу. Мы встречались и беседовали. А когда выезжаем за город, время молиться, как намаз называется, говорить о Боге, о Вечности, о Душе, согласно Слову Божию. Только без друга не. А что это такое? Что это такое? Это Святая Библия. Ну, давайте, побеседуем. А вы знаете, с кем вы вообще, в принципе, беседуете? Да, какие вопросы могут быть, можете задавать. Ну, давайте. Да. То, что касается вашей Библии, это написано Словом Божиим, я так понимаю, да? Три названия. Священное Писание, Слово Божие, Святая Библия. У меня здесь стоит та часть, где вы там повешали вот этого сына Божьего. На какой? На горлофе, Голгофа, около Иерусалима, гора. Ну, холм Голгофа. Да не на горе, а сына чего вы повешали? Людишечки. Ну, расскажите, пожалуйста, если это не секрет. Ну, кто они по нации? Евреи. А римские солдаты охраняли. Евангелие, Матфея, Марта. Но вы повешали сына Божьего, кто вешал, если что? Ну, если глубоко взять, каждый из нас распинает сам себе его, нарушая его заповеди. Наши грехи его распяли. Ну, слушайте. Только без руганий я очень прошу вас, чтобы не ругались. А, да нет, ну... Ну, я вижу, как-то вы так это ведете себя, как будто вы готовы сорваться. Не надо, потихоньку. Мы поговорим по-хорошему. Ну, давайте, пообщаемся. Я так понимаю, вы очень хорошо и достаточно адекватно понимаете значение слов. Конечно. В русских. Я вам скажу сразу, да, ответ. Я ввел занятия в пяти университетах, три радиопрограммы, и исключил из своего лексикона слово «проблема», американизма. А как так? Я говорю, нерешенный вопрос. Вот нерешенный. В стране убито полностью. Тридцать одно поселение. Окей, хорошо. Он нерешенный, либо нерешаемый? Это две разные формы. Вот я это и доказываю. Нерешенный, и мы сразу принимаем. Тридцать одна тысяча сел погибли. Мы получаем землю и строим сейчас православную деревню. Нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Детей в стране. Министр внутренних дел Нургалиев говорит. Три миллиона. Я говорю, проблема, да. Тогда приятная встреча наша будет. Мы пришли сюда по повелению Господа Бога нашего. Он говорит, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Евангелие от Марка, 16 глава, 15 стих. Вы всю Библию знаете, я уверен. Я 58 лет с ней иду. Ну, я сразу понял, что вы Библию от корки до корки. Ну, не только Библию. Если тут мусульмане, я им показываю эту книгу. И дальше объясняю каждую суру и аят в сравнении с Библией. Они ее не знают. Вы Коран знаете, да? Обязательно. Я его знаю. У меня вышло 38 томов книг. И один посвящен этой книге. Вы известный писатель какой-то? Писатель, историк, проповедник, миссионер. Что проповедуете? Христа Распятого и Воскресшего. Религию? Ну, как, религию не проповедую. Я отвечаю студентам на все вопросы. Занятия вел в пяти университетах одновременно. Три радиопрограммы по ГТРК и по ледведению в семи отделах милиции. Вы легенда. Таких мало сейчас. Ну, фильмы сняли о нас. Заняли первое место на международном киноконкурсе. И второй фильм о моей биографии. Первое место в России. Игнатий Лапкин. Я очень рад знаком вас. Вы, если зайдете по скайпу, Игнатий Лапкин, вы сразу выйдете на меня. Я один с этой фамилией. А если сейчас откройте канал, «Восвяти Библии» Игнатий Лапкин. Это мой канал. Ему равных нет в интернете. На ютубе? На ютубе. Даже наполовину величины моего канала нету в мире ни у кого. У меня моих только... Моих... Замечательный человек. Моих роликов только 20 тысяч 500. Это много. Мы строим православную деревню с нуля. Уникальнейшая. Нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Алтайский край. Извините, пожалуйста, звонят мне. Женщина моя любимая. Да, любимая моя женщина. Девочка. Ну, это нормально. Ты что, выходим или что? Или ты еще нет? Ты что, выходим или что-то... Ты что, выходим или что? Ты что, выходим или что? Продолжение следует...